Вот когда мы с тобой тогда первый раз разговаривали про скейт-эк, ты интересный пример привел, когда он прям будет хорошо работать, когда вот все мы помним вот эту трассу зеленую, как она называется, в Красной Поляне. Бабиринт. О, кстати, забавный факт. Извини, природная. Она длинная, плоская, там куча народу, и она внизу, в самом, там тепло, и этот склончик, он все время такой леденисто-жесткий. Просто там все едут на плоской доске, на самом деле, что вспомнил. Если вы катаетесь на Розе Хутор, есть такая байка, что ли, есть там две трассы, одна называется Лабиринт, другая называется Горизонт, так вот, откройте карту Розы Хутор и приколитесь с того, что по ходу название этих трасс поменяли местами. То есть, либо перепутали на стадии строительства курорта, а трасса Лабиринт, она у нас прямая, как должна быть Горизонт. А трасса Горизонт вся извилистая, вот такая вот. Посмотрите, это забавный факт. Так вот, Юра говорит в том числе про трассу Лабиринт, которая пологая и прямая. И скейтек там действительно работает. Да, там есть лажники, где просто надо вот, как это сказать, вжаться в как можно меньше сопротивления. Все знают это ощущение, когда ты не понимаешь, стоишь ты на конте или нет, на таком ледочке. И стоит тебе чуть встать на кант, ощущение, что ты сейчас упадешь или словишь. Люди вокруг постоянно сыпятся, ловят конта только в путь на этом участке. Да, вот технология скейтек должна избавить от этого негодования, потому что ты на этих креплениях всегда упираешься в один из контов. То есть, на обычных креплениях ты можешь стоять на плоской доске и опираться на два конта, скажем так. Конечно, с точки зрения физики это невозможно, но когда ты стоишь именно на плоской доске, ощущение именно такое. И вот скейтек, он дает нам вот это ощущение, что ты всегда на одном конте. На скейтеках нет ощущения плоской доски. По крайней мере, если оно у вас есть, попробуйте поставить мягкие бушинги, чтобы понять крайность этого крепления. Ну да, вот этот пример, он такой очень-очень, как это сказать, узкий, то есть, такого ощущения вы больше нигде не поймаете, да, там, ни на вельвете жестком, ни на, там, мягком фрирайде, мягком паудере, такого просто нигде нет. А именно вот на этом, блин, таком ледочке, не ледочек, а такой влажный, сбитый снег. Да, просто этот пример большинству катальщиков понятен, потому что все с таким сталкивались независимо от уровня катания и места катания. Это бывает всегда, везде, я думаю, что в Шерегеше тоже бывают такие места. Хотя, честно говоря, ну там просто очень сухо и там немного другая история. Ладно, жесткость креплений, за счет чего он достигается? За счет, как ты говоришь, отдельных частей, да, хайбэк помягче, может быть платформа помягче или пожестче, и плюс стрэпы. То есть материал самих, так скажем, креплений тоже важен, да, то есть если... Как раз таки так и есть. Материал отвечает за жесткость крепления, а технологии наподобие мини-диска, скейт-тека и там других, это уже не совсем жесткость крепления, а именно вот этот флекс. Так, давай еще тогда такой вопрос попробуйте задать. Недавно смотрел нашего друга Костю Сана, где он рассказывал про крепление вот это вот. Пардон, ни черта не вижу. Drive Pro, да, он его сравнивал с драйвом, и вот про хайбэк мне интересный вопрос, что здесь есть перфорация, то есть хайбэк с... С асимметричной жесткостью. Внутренней части, да, он помягче, чем снаружи. То есть это для, опять же, для флекса. Для флекса, да. Для флекса, но вот скажи мне, я не знаю, прав я или нет, когда, допустим, ты хочешь какой-то флекс вот этого хайбэка, нужно, скорее всего, зачем? Чтобы сделать либо какой-то греб, да, либо какой-то флет фристайл, там, не знаю, баттер, да, какой-то, тогда у тебя нога, ну, в смысле, ботинок, да, и нога в ботинке нажмет на этот край, и чуть-чуть будет больше свободы. Но дело в том, что ноги-то у тебя две, а крепление у тебя тоже два, и у них у обоих внутри этот флекс. То есть если ты, как сказать, жмешь ты в одну сторону, и получается, например, правой ногой ты будешь сжать на мягкий угол, а левой ногой ты будешь сжать на жесткий угол. То есть в чем здесь флекс? Смотри, здесь… Ты жмешь внутрь ногами. Здесь одновременно две истории. История первая, почему именно внешняя часть жестче? Для того, чтобы нам не завалиться, чтобы доска из-под нас не выпрыгнула. То есть сюда ты давишь, и крепление тебя держит. А внутрь ты можешь давить сколько угодно, потому что все твое давление сводится между ног, и ты не можешь выскользнуть из доски. Именно поэтому делается внутренняя часть мягкая, а не наоборот. Плюс, как это работает? Ты же когда вот сюда давишь, у тебя вот эта часть мягче, внутренняя, у тебя наскручивание здесь работает правильнее. А вот эта жесткая часть позволяет тебе быстрее вернуться из того положения. То есть, допустим, хочешь ты сделать олли. Вот, базовый как бы элемент. Ты надавливаешь на эту часть хайбэка, сюда задавил-задавил, у тебя он скрутился, потому что он вот здесь мягче. Да? Я надеюсь, там более или менее понятно. Я могу сумбурно это объяснять, потому что сам не до конца понимаю. Ты вот сюда вот задавливаешь, он скручивается, и за счет того, что здесь жесткая часть, ты когда выпрыгиваешь вверх, оно тебе отдает твою энергию обратно. Пум! Примерно понял, да? Вот, как по мне, именно во фристайле это работает так. Но опять же, вот, чтобы делать олли на склоне и перепрыгнуть упавшего кореша, нужно заниматься фристайлом? Мне кажется, нет, это просто весело. Поэтому даже жесткие крепления такие... Или заспрейт, как минимум. Да. Поэтому крепления Drive Pro, они же жесткие. Но, если мы возьмем хайбэк и пощупаем его здесь, и возьмем какие-то крепления, которые мягче, не факт, что там именно весь хайбэк будет мягче. То есть это опять же вот для флекса. И почему он здесь мягче? Как раз это попытка сделать, чтобы крепление было флексовым не только вот так, но и вот так. А еще, смотри, момент. Вот мы когда... Ну, точнее, не только мы. Вообще все, когда говорят про жесткость хайбэка, они начинают его скручивать. То есть как бы скручивание, ты сейчас вот рассказал почему, да? На скручивание он может быть там где-то помягче, где-то пожестче. Но когда мы просто катаемся, так скажем, без элементов фристайла, мы катаемся и давим вот так сюда только. Вот так вот никто не проверяет жесткость. А она тут просто охереть какая-то. И вот так вот не прожмешь. Вот то, что я рассказал про shadow fit. Какие-то вещи, да, вот здесь есть прорези, да, там. И то все равно вот так вот он охренеть такой жесткий. А это так может быть супер мягким. Ну, он как будто бы назад-то и не должен быть супер мягким. Ну, я думаю, ты не найдешь крепления, у которого он дрянут. В том-то и свое дело, да. Если только вот какие-то совсем... То есть жесткость хайбэка, по сути, влияет на вот эти вот вещи, когда тебе нужно двигаться над доской, как ты говоришь. А когда тебе не надо двигаться над доской, когда ты просто по поле у паудера и фигачишь, так скажем, ну, плюс-минус одинаковые движения делать, зачем тебе разные вот эти вот флексы. Ну, я понимаю, что не всегда ты катаешься по паудеру. По паудеру, походу, можно вообще без крепления кататься. Потому что остисление сырковое, да. Ну, кино, да, конечно. Ну, это как ботинки Кристенсен, например. Они тоже для паудера, который как в кино. Ну, и принято считать, что, конечно, для пар. А насчет жесткости хайбэка, да, ты прав. Все проверяют на скручивание. Почему? Потому что так проще всего проверить. На самом деле, всегда люди, приходя в магазин, они такие, да, ну вот это вот мягкое крепление. Ну вот, да. А вот это вот жесткое, вот карбон, блин. Но когда ты берешь вот это крепление, типа, да, оно мягкое, а вот так оно не такое же, как карбон. Но ты же при таком не можешь понять реальную жесткость крепления. Потому что база тоже может быть жестче, мягче и так далее. Только на хайбэк ориентироваться не стоит. Вот, кстати, крепление, с которого мы начали. Это же Pro модель Скотт Стивенса. И она отличается не только цветом от обычной модели Contact Pro. Она отличается хайбэком. Скотт Стивенс сделал себе жесткий хайбэк сюда. У обычных Contact Pro хайбэк можно было вот так скрутить. То есть, Скотт Стивенс, он более или менее жесткий. Это он под себя так сделал. Но по общей жесткости крепления, они все равно как обычный Contact Pro. И они сильно мягче среднего. А когда ты хайбэк скручиваешь, кажется, что они жесткие. То есть, это не всегда работает так, как хотелось бы. Вот, лучше посмотри вот это крепление и скажи, что ты думаешь о нем. Слушай, я о нем все время думаю. Уже, наверное, пару лет. Но еще ни разу не пробовал. Вот сейчас будут тесты в Шерегеше. Я надеюсь, смогу попробовать. Это мы говорим о Найдекер Суперматик, которые... Нашумевшие. Да, которые позволяют один раз отрегулировав, потом встегиваться и выстегиваться. Ну, как точнее, входить и выходить из этого крепления без расстегивания ремешков. То есть, по сути, это, ну, тот же степ-ин, только позволяет в них использовать любые ботинки. Для этого не надо покупать там, как вот у Бёртона специализированные ботинки. Ну, это интересное ответвление креплений, да, которые, наверное, нужны тем, кто... Как ты говоришь, кому за 35, а то и побольше. То есть, по весу они гораздо тяжелее, чем любое другое крепление, так скажем, по жесткости. Вот опять, да, вот так вот оно мягкое, а вот так вот ни хрена. Ну, это как, как сказать, отдельное направление крепления степ-ин всяких быстрого стёгивания. Кому они нужны? Ну, наверное, тем, кому тяжело застегивать стрепы. Ну, есть же такие люди, да, которые очень любят пиво, там, не знаю, с пельменями и так далее. Ну, у которых реально просто, ну, тяжеловато им, да, как-то нагибаться. Имеет место быть? Да, имеет, потому что таких людей очень много на склонах, я вижу. Поэтому отличное крепление. Я вот что ещё хочу спросить про айбэк. Мы говорили про такую вещь, как разворот айбэка. Да, то есть... Ты имеешь в виду ротацию. Да, вот ротацию, она есть у креплений, например, вот у этих, у юниона, она есть у многих креплений юниона, так скажем. Ну, именно ротация в том или ином виде есть практически во всех креплениях, среднего сегмента и выше. Да. Ну, вот, например, на нау её просто нет, потому что это невозможно сделать. Хотя, наверное, может быть и возможно, почему бы нет. Если сделать несколько отверстий и разнести ось, да, куда крепятся стрэп и пайбэк, наверное, можно сделать. Тут просто вопрос, нужна ли эта ротация и кому она нужна. А может, она вообще не нужна. Лично, по моему мнению, она, конечно, нужна. Когда вы разворачиваете крепление под большим углом, ну, то есть где-то там больше 15 градусов. Да. Получается, когда вы давите на кант, вы давите уже ближе к краю хайбэка. И поэтому желательно развернуть максимально параллельно заднему каунту. Но это если есть такая возможность. Сколько я работаю уже в этой индустрии, люди приходят, покупают крепления, говорят, нам не надо ничего настраивать, мы сами настроим. А потом приходят с поломанными базами. Не, не, они даже не знают, для чего это нужно, да. Они даже не, ну, как, они вот купили крепление, хорошо, они поставили себе углы, отрегулировали длину ремешков, все, им больше ничего не надо. Вот этот, про этот разворот хайбэка даже никто, может быть, даже и не слышал. Ну, тогда давно. Сейчас, может быть, и слышали, но мне кажется, что тоже никто на это внимание не обращает, а просто ставит как есть. Потому что в основном это регулируется именно угол диском и, не знаю, длину стрепа, все. Ну, еще бывают, да, вот эти раздвижные, как они называются? Газпедали. Газпедали, да, когда свес ботинка регулируется. И, да, и опять же, регулируемая дуга есть, например, у Юниона. Не у всех тоже крепление есть. Когда ты центруешь ботинок относительно центра доски, да, центр крепления, точнее. Не у всех моделей есть такая возможность. Поэтому, мне кажется, что разворот хайбэка, это такая вещь, она не сильно нужная, но нужная. Мне кажется, что она просто мало кому нужная. Мое мнение такое, что если ты ставишь углы 15 и меньше, то тебе это не нужно. Особенно, если у тебя хайбэки вот такие, как у Нау, например. То есть, его загиба вполне достаточно, чтобы давать у него усилия. А если у тебя более плоский хайбэк, вот такой, и при этом у тебя там крепление стоит на 18, конечно, здорово его повернуть. И вот, пожалуйста, плоский хайбэк и возможность ротации его есть. Здесь уже, ну, в современном мире редко кто катается на градусах больше, чем 15. Кстати, вы знали, что по нашей анатомии нельзя ставить градусы с разницей больше 30. То есть, если у тебя передняя нога 15, задняя минус 15, ты переднюю не можешь поставить 18. Точнее, можешь, конечно, но лучше так не делать, если не хочешь попрощаться со своими коленками раньше времени. Например, 18 минус 15 очень сильно не рекомендуется. Это просто наша физиология. Краткий факт, Алексей. Подумай, подумай, дакфут. На самом деле, я давно таких дакфутов не встречал, чтобы было... Ну, я, честно говоря, тоже, да. Я, честно говоря, тоже уже не встречал, да и раньше таких практически не было. Поэтому, в общем-то, да, про разворот, ладно, про разворот хайлэка, про возможность... Ну, угол наклона, он есть у всех креплений. Ну, кроме самых дешевых. Практически у всех, поэтому тут, так скажем, регулировать это стоит и нужно уже по своему вкусу. То же самое, как и вот эти вот углы, да, если говорят, какие углы ставить. Но есть какие-то рекомендуемые для начинающих, а все остальное это уже для, так скажем, вашего собственного... Ваших собственных испытаний и изучений возможности креплений. Поэтому мы тут тоже ничего не можем сказать. Обычно говорят, что, там, передняя нога, там, где-то 15 градусов разворот, плюс. А задняя, там, может быть, даже, там, 3, может быть, 6 минус или, там, плюс 3. Даже, наверное, плюс 3 и плюс 15. Это, так скажем, наиболее стандартная стойка для человека, да. То есть более-менее нормально фронтально развернут. У тебя нет вот этих вот каких-то там перекосов. Это для начинающих. Все остальное это уже ваш личный опыт. Вы делаете, как хотите. Ну, вы всегда можете спросить в магазине. Ну, у нас часто спрашивают, на самом деле, как поставить крепление, какие углы. И начинается диалог. То есть, как правило, мы начинаем разговаривать с покупателем. Спрашивать, что, к чему. И плюс, ты же видишь, какая доска, какие ботинки, как человек ходит даже. И зачастую мы можем дать какую-то рекомендацию. Что, вот, чувак, смотри, мое мнение, что тебе очень круто будет поставить переднюю 12, заднюю минус 3 или минус 6, например. Просто, вот, по какой-то, знаешь, нет каких-то правил. Да, ты прав. Но иногда, посмотрев на человека и поговорив с ним, можно дать более или менее правильную рекомендацию. Ну, угол наклона, чем он больше, тем легче будет давить на задний кант при перекантовке. Вот и все. Тоже свои 5 копеек могу вставить. История такая. Тоже не всегда так. Нужно смотреть на ботинок. Если угол наклона хайбека будет сильно больше, чем наклон ботинка в стандартном его состоянии, то ботинок в креплении всегда будет под напряжением. К сожалению, при таком формате ботинок быстро придет в негодность. Ну, быстрее, чем мог бы. Скажем так. Потому что он всегда будет у вас в напряжении. Ну, вот, кстати, ботинок вот этот, про который ты упоминал, 32. Кристенсен бандита. Да, бандита. У него очень острый угол. То есть я пробовал в них кататься. Когда завязаешь ногой в ботинок, тебе прям очень неприятно, потому что угол острый. И когда завязываешь, когда пятка назад садится на место, все хорошо и комфортно. Но острый угол. То есть, получается, ботинок будет направлен чуть острее, чем хайбек. И может быть люфт, да? Да, поэтому хайбек надо... Здесь надо хайбек в этом случае, наверное, загибать. TM2 XLT, такая же история. Как правило, это фрирайдовые ботинки сильнее наклонены, не считая скитурных. То есть именно фрирайдовые ботинки, замечено, да, что они имеют больший наклон. А ботинки, которые рассчитаны на фристайл, например, TM2 из жестких, они имеют меньше наклона, то есть они ближе к 90 градусам. Но фристайлисты вообще, в принципе, не загибают хайбек. Вот как фристайлист говорю. Для меня, может, наоборот, поворотным фактором при выборе креплений, если я не могу отогнуть хайбек сильнее, чем мне хочется... То есть вот, например, у этого крепления хайбек максимально отогнут. Мне вот этого недостаточно. То есть поэтому я именно эти крепления себе, скорее всего, не возьму. Но это лично мое мнение. Ну, кстати, есть, по-моему, или были, или есть некоторые марки, где можно просто поменять хайбек на короткий. То есть прям такие совсем огрызки. Ты снимаешь хайбек, прикручиваешь короткий и так далее. Но это тоже не фристайльная история. Это уже вот именно паудерная. Такой паудер-мод включается, чтобы вообще кайфовать и быть свободным. Как будто на паусерфе. Кстати, ты пробовал кататься на паусерфе? Нет, еще не пробовал. Я в поляне один раз попробовал. Это ощущение прикольное, но очень много заморочек. И мы тогда просрали офигенный паудер-день. Но один спуск был бесподобен. Потому что я падал каждые 10 метров. Очень сложно было встать из-за того, что я не особо умею. Слушай, а еще вот вопрос. Возможно, возникнет у людей. Чем отличается крепление диском от Ченнелла? Ну, как бы, почему Ченнелл делает вот там Бёртон или Эндевр? Кто там еще ставит? А сейчас вот возрожденный... Господи. Форум? Форум, да. Изначально зачем Бёртон сделали Ченнелл? Для того, чтобы поиграться с сердечником. Чтобы у нас не было каких-то платформ внутри сердечников. Вставок, скажем так. Чтобы доска вся гнулась. Ну, подожди. Там, когда платформ-то их и так нет. Там же закладные они, это не платформы. Это, как скажем, шайба-гайки. И закладные воткнуты просто в сердечник. Да. В современных досках, да. Ты сердечник просверливаешь, как сказать, параллельно, да. И что, скорее всего, очень ослабляет конструкцию. Если с точки зрения всяких сопротивлений материалов. Когда у тебя на одном уровне есть какие-то прорези, да. Они всю эту конструкцию ослабляют. Хотя это все-таки набор реек. И это значительно прочнее, чем просто доска. Но это не совсем к теме крепления у нас относится. То есть на эту тему можно дискутировать, да? Нет. Ну, как будто... Одна, когда ты покупаешь крепление, да. Тебе предлагают, допустим, такое крепление и такое. Хотя Бёртона у нас уже пару лет как нету. Но это, я думаю, дело времени. И в любом случае человек при каком-то выборе в магазине столкнется с этим вопросом. Почему вот это такое крепление, а вот это такое? Да, у Бёртона есть... Вот оно, кстати, есть у меня даже. У Бёртона есть два типа базы, скажем так. База EST, она называется. Она встает только на channel. Вот она у меня в руках. Крепится она с боков. И, соответственно, для чего это нужно? У нас нету здесь толстой платформы. То есть у нас здесь, по сути, тонкая платформа, которая отвечает только за демпфер. Нету никаких пластиковых элементов, которым нужно было бы крепить диск. У нас вся база гнется. То есть у нас крепление стоит вот здесь, вот тут. И база вот так вдоль гнется полностью вся, вместе с сердечником сноуборда. То есть сноуборд изгибается, и крепление вместе с ним. В то время как у обычного крепления, вот, например, NOW отлично подходит для того, чтобы понять. Здесь железная такая платформа. Ну, она, наверное, не железная, но какая-то с алюминием точно. Она плотно стоит на доске. Соответственно, когда доска гнется, она гнется не вот так, а как бы вот так. Под креплением она остается плоской. Соответственно, сердечник не может вести себя так, как хотел бы производитель. Здесь это дело решено. То есть, в принципе, это классная история, но эта история, она как Apple. Она тебя ограничивает. Эти крепления можешь поставить только на доске Burton. Ну, и Endeavor. Ну, и Endeavor, да. И, возможно, еще какие-то, о которых мы не вспомнили. Но технология имеет место быть. Офигенная тема. У тебя между подошвой, ботинкой и доской минимальное расстояние, но при этом очень хороший демпфер. То есть, бортфилл, так называемый, просто великолепный на этих креплениях. Нужно оно вам или нет? Как по мне, можно взять крепление, ну, если уж вы берете полностью Burton, то можно брать крепление Reflex. Их вы сможете поставить на любую другую доску, например, на наших тестах в Шерегеш. Потому что, например, в прошлом году и в позапрошлом году была такая история, что люди приходили на бертонах, хотели протестировать наши доски на своих креплениях EST, но у них ничего не получалось. Зато можно будет протестировать крепление Supermatic. И как раз расскажете нам, что за крепление, кому подходят классные и не классные.